Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называть и быть детьми Божьими. Когда считаешь послание апостола Павла, то представляешь примерно такую картину, как послание к кримлянам в конце подписано. Писал Кертий, апостол Павел в это время прохаживался, подбирал изящные выражения, сравнение с Ветским Заветом, смотрел в будущее. Это так и следователи находят. Но когда считаешь вот это послание Иоанна, то видишь человека, уже удрученного этой жизнью, который столько претерпел от злобы человеческой. Люди ищут разрешение вопросов всех, ну почему так плохо жить сегодня, на самом деле. Друг другу не доверяют, чуть стемнялось на все запоры, раньше не было, не видал я даже железных дверей, вот эти решетки. Сигнализация, кнопки. Почему? И вот он как бы лежа на адрес, старец, рассуждает, а кто-то записывает, не сам он. Я категорически даже не верю в это, что это он писал. Писал какой-то ученик, Прохор, допустим, он говорит, смотрите, какую любовь нам отец показал. Он рассуждает, видит и думает, какой несчастный этот мир. Они не знают отца, это беспризорники, это люди выброшенные из этой жизни, хотя бы и занимали они высокие посты. О, дети мои, смотрите, какую любовь нам Бог оказал, и какую, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Детьми Божьими пытаются называться все люди, те, которые читают отче наш. Отче наш, то есть они называют его отцом. А отцом можно назвать, тогда ты себя ощущаешь сыном или дочерью. Господь неоднократно обращается к народу израильскому. Черри Израилевы. Весь Иерусалим называет Черри Иудиной. Вот смотрим книгу «При мудрости» 2.13. Людям очень не нравится, когда мы называем себя детьми Божьими. Мы это испытываем. Ты можешь называться кем угодно, но когда скажешь, я знаю Бога, я сын Его, посмотрите, как они сразу или насмехаются, или удивляются, или поносят, и говорят, он объявляет себя имеющим познание о Боге, называет себя сыном Господа. Испытаем его, и начинает деваться. А ты все время повторяй, у меня есть Отец на небе. Хорошо, если бы вы с ним познакомились и родились от него. Вы родились от паских родителей. А родиться можно еще и от Слова Божьего, которое он дал на землю. Бог дал на землю семя, от которого люди зарождаются, души зарождаются. Уверует, то есть. Иоанн 1.12. Мы желаем узнать, а как действительно я сын Божий, дочь ли я Божия или нет. Одно дело называйте. А какие признаки? А могу ли я, сидя дома и твердо, кстати, сказать, вот теперь я точно знаю, я сын Божий. И он говорит, а тем, которые приняли его, Христа, верующим во имя его, он дал власть быть чадами Божьими. И вот себя проверяй. Он дал тебе эту власть или нет. Многие претендуют на это звание. Вот сегодня мы думаем-то, что мы в церкви находимся. А другие-то нас ведь не считают, что мы для них лжи-церковь. А настоящая церковь-то где-то там у них там два человека, три, это они церковь. Католики-то никакие не христиане совсем. Кораблятцы за счетом говорить, они вообще ничего не знают. А в Селинске это соборы определили одно признание Святой Троицы. Это в 1054 году разделились католики-православные. Разделились не по вере в Троицу. Хотя там так называемые филиоклы. Мы говорим, и же от отца исходящего. Они говорят, и же от сына, от отца и сына исходящего. А святые отцы их понимали и так одни, а другие так. Это их не разделяло. Притом очень крупно, как Григорий Богоцов. Они понимали от отца и сына. То есть по сегодняшему это католик, самый натуральный католик. А их не разделяло, а мы такие мелочные, друг друга цепляем. Не там пятнышка, не моя овечка. Вот овцы бы начали говорить, не сходится у тебя пятна повыше к уху. Ведь овцы не разделяются, какая бы она ни была пестрая. Мы православные и католики православные. Самые настоящие. В этом понемне от Троицы и бактисты православные. И пятидесятники православные и адвентисты. Почему они правильно исповедуют Святую Троицу? Больше ничего сюда не ходит. Что первый с собой утверждает? Что Сын Божий, он равен Отцу. Это не творение, что утверждал Арий. Кто так понимает сегодня, кого я назвал. Так это не только англикане так понимают. Литеране так понимают, что это настоящий Бог сошел на землю. Так что первый собор закончился. Мы бы все были в одной церкви. Такого у них священства не хватает. Второе. Дух Святой не равен Отцу. Это какая-то движущая сила. А кого я назвал, все понимают. Дух Святой это третье лицо Святой Троицы. Они православно исповедуются. А если кто говорит, что это не православно, это человек лжец. Это Сатана его доставляет так говорить. Они православно исповедуются. Я назвал это малую часть. А на самом-то деле, вот которые новые секты, большинство из них, неопятидесятники, они признают Святую Троицу. Они ее правильно исповедуют. В шесть северских соборов они от и до признают. А вот на седьмом соборе уже начинается потыкация. Почему? Надо признавать икону. А если внимательно посмотрим, у них икона есть. У них на Библии крест. Крест это икона. Икон означает изображение. Изображаем на себе честный и животворящий крест. Где крест? А крест где изображается? Иконы где? Вот в старообрядском притерне скажут только на металле. У них бронзовые есть. И только на дереве. А на бумаге молиться не будет. Нигде соборы этого не утверждали. Икона, крест изображается в воздухе. Что видит Константин? Из звезд сложилось. Но звезды не... Это какая-то небесная сила показала. А на воде крест изображает, цветы видят. Исафий видит между рогами оленя. Какая там бумага? Какая там бронза или что-то? Ничего нет. Просто в воздухе. И Бог силен это показать. Значит, и седьмой поселенский собор, если ближе начинаешь разбирать, очень многие признают в изображении креста. Сейчас несколько лет назад вот у баптистов у них не было крах. А сейчас крест вверху поставили. И те, которые восстанавливали шпиль этот, те же самые люди теперь восстанавливают крест. А работа-то идет. Поэтому сказать, кто сын Божий сегодня, я могу сказать о себе. Я исповедую. А вот быть по исполнению всего, вот тут мы можем другим показать. Вне церкви нет спасения. Вот это однозначно. В церкви нет без трехчинной иерархии. Епископ, священник, пресвитер и диакон. А тут сразу большая часть из них выходит уже за ограду. За ограду церковную. А вот тут мы должны приложить силы, молиться и убедить их. Они вне церкви. И значит, а вне церкви это они послушные. Они послушные теряют звание сына и дочери. Перед нами огромная задача, когда встречаемся с людьми, не перешагнуть через то, что Бог дал им. А вы не христиане. Не христиане это ягодисты. Вот это не христиане. Они не православные. Они Христа не признают за Творца, только тварь. Дух Святой они вообще не признают, на Троица насмехаются. Вот это иеретики полновесные. Евангелие от Матфея. Значит, Иоанн нам сказал, если ты принял его и веришь в него, он дал власть. Это власть и обреченный человек. Говорит, я сын Божий. Сын, значит, наследник. Он царь, и я царский сын. Отец, Бог неба и земли. Властелин всего. И он мне дал право управлять этим через молитву, через прошение. Матфея 12.50 Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. А вот волю Отца Небесного-то исполнять может только тот, кто ее знает. А воля Отца никак не познается, как только через Библию. А вот тут сразу затрясло нас всех, кого я назвал. По Библии-то многие-то не подойдут подать, они в руках ее не держали. Потому что волю Божию надо каждый день испрашивать, познавать. Воля Божия, да будет воля Твоя. Почему эту молитву Господь включил? Потому что воля Божия иногда меняется. Сегодня Господь желает, чтобы я пошел. Завтра желает, ваше все сидеть спокойно. Сегодня Господь желает, чтобы говорил. А завтра говорит, блажен кто молчит и никого не обличает. Я должен знать волю Божию на каждый день. Не просто одно место варвать и по нему поступать трафаретно. Знать волю Божию это знать Писание и слышать голос Духа Божия. Евангелие от Луки 14, 26. Кто не возненавидит Отца и Мать, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Но ясно дело, что и сыном. Когда? Когда препятствуют правильно верить. Матфея 21, 3. Говорится о двух сыновьях. Один сказал, пойду и пошел. А другой сначала что-то не хотел идти, а потом пошел. И Господь говорит, какое из них волю Отца выполнил? А тот, который сначала был против, а потом пошел. Хорошо бы быть таким. А мы ведь такие были все против. Сколько лет потеряли мне церкви, не знали Христа, не читали Евангелие. А теперь услышал и каждый день говорит, Господи, а ведь я волю Твою знал. Какой я счастливый, что он услышал Слово Твое. Я этот второй сын. Но он благоразумным назван. Да буду им я. 1 Иоанна 3, 10. Дети Божьи и дети Диавола узнаются так. Всякие, кто не делает, всякие, кто не делает дела правды, не есть от Бога. И не любящий брата своего. Вот два принципа. Две уже показывают ступени, на которые нужно человеку заходить. Значит, что необходимо? Делать дела Божьи. Опять же, мы должны познавать и Слово Божие. И не любящий брата. А вот теперь один только вопрос. А он мне не брат. Какое слово не возьми, и сразу начинает раздваиваться. А почему ты... А он не брат, он не в нашей церкви. А это не брат, он по-другому называется. Все люди братья. Кто ему ближний, Господь говорит? Самарийн оказался ближним, он подобрал его. А разве можно на язычники Богу угодить? А именно так и надо. Когда ты делаешь добро тому, кто тебе делает зло. А если делаешь добро, делаешь ему добро, так это все язычники делают. Лука 15, 19. Я уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников, говорит, возвращаясь сын. Почему? Нарушил волю отца. Это надо осознавать. А не так. Знал, принял крещение. Дальше. Возвратился в мир. И ничего не осознает человек. Я не достоин называться. Поэтому надо бояться потерять это звание. Какое нам дал власть быть? Быть детьми Божиими. Евреям. 11, 24. Верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Я нахожу отсюда, что фараон, святые отцы называют это дьявол. Люди, которые не исполняют волю Божию и находятся вне церкви. Они все до одного дети дьявола. Дети дьявола узнаются так. Не исполняющие волю отца небесного, не признающие Христа, есть это дьявол. Речь идет о миллиардах людей. И придя в возраст, добровольно надо отказаться от всего. И все время делать сравнение. Вот если бы я сегодня был неверующий, что бы я делал? А вот на такой поступок, как бы я отреагировал? А вот на это оскорбление, как бы я ответил? А сегодня вот так. То есть ты сам в себе сделай анализ. Написано, исследуйте самих себя. Верили вы. Если мы дети Божьи, все время держи при себе этот мандат. Я сын Божий. Вот я бы сейчас так сделал. Я не могу, я сын Божий. Чтобы через меня поношения не было на моего Отца Небесного. Римлянам 8, 16. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Значит, Слово Божие мы проверили. И дальше Дух Божий на молитве. Радостно идет молитва. Получаешь ответ. Ты все время ощущаешь милость, благодать, благословляющие Десницу Отца Небесного. Великая тайна. Бог Израиля открыл дверь язычникам. Язычники не имели никакой надежды. У них один путь был только прийти в Иерусалим, как Евнух, поклоняйся там. А сегодня во всяком народе приятен ему, боящийся его. А если дети Божие, то и наследники Божие, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И сразу вопрос, если с Ним страдаем, а где мы с Ним страдаем? Сами себе устраиваем эти страдания. Я вот эти дни считаю все про монахов. Искусственно все делается. Такие невыносимые трудности. Не работает, есть нечего. Он говорит, отец, надо, наверное, работать, что-то у нас еще нет. Сын мой нельзя, Христос страдал, и мы страдаем. Да Господь так не устраивал. Он говорит, идите работать, и да было из чего он и уделяет нуждающемуся. Ты сам посмотри эти трудности, какие у тебя есть. А у меня вот того-то нету. А вот тут против меня за имя Христова, за Слово Божие. Тогда благословение у нас будет. Рима 9.8 И не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А дети обетования, Бог обещает так, верующий, Сына Божия, иметь жизнь вечную. Вот это нам дано обетование. Как ты веришь? Все время себя подвергай исследованию, а я голос его слышу. Если человек плоской, я ничего не слышу. Он не понимает, обстановка изменилась. Он не понимает это. Он как мастодон, как динозавр. У пёса, вот написано, да это уже давно прошло. Оно нас не касается, и даже не знает, куда прислонить. У верующих, даже не хватаясь какой-то грамоты, он духовно это нащупает. Примудрец Соломона 18.13 Когда Израиль был в Египте, было такое, что казни Бог насылал. И при убиении первенцем, казнями, египетский народ признал, что Израиль это есть Сын Божий. Я не знаю еврейского языка, мне вот здесь очень хотелось посмотреть в оригинале, как они говорили. Но ясно, что перевод прекрасный. Они признали, что весь народ это единое, и весь народ есть Сын Божий. Народ! А мы Святая Русь. Если Святая Русь, где наша Пасха? А если Пасха означает исход, где мы из греха вышли? Если народ-то Христа не знает, и каждогодние паски, что исправляют людям, это требует переосмысления. Ударили все в яйца, Пасхи, и только этим готовят. Ну понятно, что вкусно, хорошее. Но выход от греха должен быть или нет? Тридцать лет. В церкви ничего не меняется. Бытие 6.2 Тогда Сыны Божии увидели за черей человеческой, что они красивы, и брали их за себя в жоны. Если ты верующий, куда в мир не идти? Ты Сын Божий. А Израиль, когда в плену был, они переженились, но Неемия пришел в съезд, а они развели. Святое семя смешалось с язычным. И как он страдал? Я рвал их, говорит, за волосы. Я бил князей, и все поставил на место. Всемирный развод устроил, и Израиль очистился. Семя Израиля должно быть чистым. Мы, Новый Израиль, христиане. Псалом 28.1 Давид пел и говорит, «Воздайте Господу славу Сыны Божия». Речь идет о людях. Жизнь своей мы должны прославлять Бога. Галатам 3.26 «Ибо все вы Сыны Божии, поверива Христа Иисуса». Верим мы, Сыны Божии. Все время называйся этим чудным именем христианин. Кто бы еще не сказал, ты обязательно развод подведи к этому. Мы дети Божии. Нам Бог это открыл. Мы находимся в Святой Православной Церкви. Римлянам 8.19 «Ибо тварь ожидает усыновления сынов Божиих». То ли тварь знает, что мы сыны Божии, но Павел сказал так. Мне этот стих непонятен. Неужели моя кошка ожидает усыновления моего? Или скотина, которая во дворе стоит? Написано на каком-то другом уровне, который от нас сокрыт. И они знают, что мы дети Божии. Матфея 5.9 «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Подробно из толкового этой стихи Анзо Таус говорит, только за одно из девяти блаженств Бог дает уподобление Сыну Божию. Миротворчество. Не цепляйтесь за каждое слово. Кажется, оскорбили. Прямо на ходу разжигаются и все. Вы же сказали, даже оскорбительно. Да пропусти мимо ушей, как будто не было. Миротворцы. Всем мир творите мир. Знаю верующие, дети расходятся. Если у тебя сыновья, дочери есть, это вообще даже недопустимо. Ты давно должна была их примирить. Начинают жить, сразу расходятся с ними. Я встречаюсь. Она на вокзале живет. Она ротшит, всем про детей рассказывает. Я пригласил, она к нам сюда пришла. Начинаем вижу знакомиться и видим. Ты говоришь, дети, как они могли жить с ней? А в ее глазах она права. Начинаешь дальше и говорить ей, что человек тяжело, психически больной. А началось ни с чего совершенно. Ты понимаешь, что человек из мира пришел. Да ты покажи ей лицо дочери Божией. Чтобы она сказала, что вот у меня была свекровка. Такой, наверное, нигде больше нет. Какая была Маиминь. Почему ром за ней пошла? Если бы она была такая сквалыжная, как сегодня некоторые, да она бы боролась за свои права. Да чего бы она ради потянулась в чужой народ? Бог ваш мой Бог. Прабабка Давида стала. А у ней сколько ума-то на имени было. Ведь она ее с собовозом-то познакомила-то. И дальше как она нянчилась. Вы видите, молодые женятся, мира нет. Как так? У верующих мира нет. Полгода не пройдет, и мира нет. А почему? Потому что бабушки занимаются не своим делом. А написано, учите молодых любить мужей. Мужей любить слушаться. Если ты не слушалась там разведена, ты ничему не можешь научить. Лука 6.35 Любите врагов ваших, ибо вы сыны Всевышнего. Да мне самое лучшее, как один тиран говорил, ты за гробом врага, самое лучшее. Но я сын Божий. Не радуйся смерти противника, ибо Богу это не угодно, и Бог может переменить события. И в свою пользу. Иоанн 8.41 Когда они говорят, мы не от любодеяния рождены, а одного отца имеем Бога, они твердо были уверены, а делали Христос вредила дьявола. Поэтому многие сегодня называются христианами, а других упрекают. 1 Иоанна 5.1 Верующий, что Иисус есть Христос, это от Бога рожденный Сын. И 5.4 Всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сияет победа, победившая мир вера наша. Вера наша побеждает все веяния мира. Нас ни мода не касается. С таким трудом уговариваешь человека одеться по-христиански. Вид должен быть не краситься, что краситься у вас нельзя. Но мы победили этот мир. Это мир все это делает. Это не нужно совершенно. И ты видишь, что в мире делается. И приранее к себе. А мне даже смотреть на это неприятно. Узнаю, некоторые все еще мучаются застольями. В Новый год. А где будем встречать? Нигде. Это никакой не праздник. Совершенно. Ну ты хочешь отмечать Новый год? Ну начинай вот с Рождества Христова. Начни отмечать его со дня своего духовного рождения. Эфесянам 2.3 Мы по природе были чадо-гневами. Чадо-гнева. И если те люди, которые услышали Слово Божие, обратившиеся, и не поняли этого, и куда-то еще тянутся, они теряют право в дальнейшем называть, что они были дети Божьи. Если мы обратились через Слово Божие, значит семя было брошено правильно, зачатие было правильное, рождение правильное через покаяние. И теперь только об одном заботиться. Господи, помоги нам удержать это чудное звание, чтобы дети, чтобы наследовать Царство Небесное. Аминь. Аминь.